Библейский портал экзегет.ру представляет И не радуется погибели живущих А как же наказания, которые нечистивцам приходят И в этой книге будет об этом еще Ибо он создал все для бытия И все в мире спасительное И нет пагубного яда Нет и царства ада на земле Ну как-то в мире нет ядов Ну как это все спасительно Ну не так же, ну точно не так Ну не будем торопиться В конце первой главы мы уже прочитали Что нечистивые сами привлекли на себя неправду Вторая будет развивать эту мысль Неправомствующие говорили сами в себе Короткая прискорбна наша жизнь А что ж тут неправда Так и есть И нет человека спасения от смерти Ну и это так и есть И не знают, чтобы кто освободил из ада Ну а тут что они, неправы что ли Я напомню, что это еще в Ветхий Завет Кто там кого освободил из ада Случайно мы рождены Ну может не все, но некоторые точно И после будем как небывшие И это правда Дыхание в ноздрях наших дым И слово искра в движении нашего сердца То есть все мимолетно все исчезает Слушайте, я вполне с ними согласен Почему не право умствующие Объясни, пожалуйста, автор Когда она угаснет Это искра в движении нашего сердца Даже более того, мы знаем, что сердце Оно управляет электрическими сигналами То есть искрами своего рода Когда она угаснет, тело обратится в прах И дух рассеется, как жидкий воздух Про дух мы не знаем, но тело точно обращается в прах Ими наше заботится со временем И никто не вспомнит о делах наших Жизнь наша пройдет, как след от облака И рассеется, как туман Разогнанный лучами солнца И отсягченной теплотой его Еще и красиво говорят Не просто мы все умрем А потом о нас забудут А как красиво сказано Ибо жизнь наша, прохождение тени Нет нам возврата от смерти Ибо положено печать И никто не возвращается Ну все правильно сказали люди Ну может быть где-то там Отдельные спорные моменты Но общий смысл-то верен Так почему они неправомствующие? А, может быть дальше они неправомствуют То есть они берут набор довольно известных изречений Все быстротечно Жизнь наша кратко Будем же наслаждаться настоящими благами И спешить пользоваться миром, как юностью Преисполнимся дорогим вином и благовониями Да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни Увенчаемся цветами роз, прежде нежели они увяли О, вот наверное в чем начинается неправда То есть жизнь коротка Поэтому давайте быстро наслаждаться всем Чем только можно Потому что потом от нас это отнимется Никто из нас не лишая себя участия в нашем наслаждении Везде оставим следы веселья Это наша доля и наш жребий Да, знаете, бывает После каких-нибудь бурлых попоек Когда везде оставляют следы веселья Не очень приятно потом на это смотреть Ибо это наша доля и на жребий Ну так все устроено Мы не берем на себя ответственности За то, что мы тут все загадили И даже убраться не захотели Доля у нас такая, жребий у нас такая Слишком коротка жизнь, чтобы вести себя прилично Будем, ну а как мы это средство тогда будем Будем притеснять бедняка, праведника Не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних Сидим старца Сила наша да будет законом правды Ибо бессилие оказывается бесполезным Вот они неправомствующие Смотрите, наверное, очень мало кто говорит Давайте всех убьем, ограбим Ну, наверное, бывает Ну как-то это звучит плохо Стыдно такое говорить Вот они долго, мучительно жалуются Как жизнь наша коротка Вот цветисты так говорят А потом практически вот Не будем тратить времени попусту Давайте развлекаться А чтобы добыть для этого развлечения средств Значит, дави тех, кто слаб Устроим кого праведнику Ибо он втягивает нам И противится делам нашим А что он противится? А вот даже то, что он просто делает Другой выбор Это мучительно То есть оказывается, можно жить иначе Противится делам наших Укоряет нас в грехах против закона И поносит нас за грехи нашего воспитания Объявляет себя имеющим познание о Боге И называет себя сыном Господа Прямо такие евангельские пророчества Да, ну, конечно же, Христос приходит в мир Где уже многое приготовлено к его приходу Он перед нами обличение помыслов наших Даже сам он Вот образ его жизни Его поведение Он не обязательно даже рот раскрывает, чтобы обличать Поэтому надо его убить Все Евангелие к этому приводит Тяжело нам и смотреть на него Ибо жизнь его не похожа на жизнь других Отличны пути его Он считает нас мерзостью Удаляется от путей наших, как от нечистот Но чем же вас считать, дорогие После того, что вы делаете Он нами гнушается Тут, кстати, у христиан обычно включается Набор цитат Не суди да не судим будешь Смотри за собственными грехами Слушайте, ну понятно, что не надо высматривать подзорную трубу Чем там другой человек согрешает у себя дома Но когда начинаются грехи общественно значимые Когда притесняют бедняка и праведника Не щадят вдову Не стыдятся многолетних сидин старца Это все из книги То, что мы прочитали только что Это делается публично, демонстративно И как мы можем к этому относиться Так вот сам тот факт, что к этому относится праведник с осуждением А нужно осуждать дурные поступки Можно людей не судить Но поступки-то судить надо Вот то, что он смотрит на это с осуждением Уже его делает ненавистным тем, кто все такое творит И как от нечистот удаляется от путей наших Ублажает кончину праведных Стало быть, считает кончину праведных блаженной В смысле, они прожили достойную жизнь и вовремя ушли Ублажает кончину праведных И тщеславно называет отцом своим Бога Увидим истинно ли слова его, испытаем Каков будет исход его Помните, как на Христе Христу говорили, что Садись с креста и уверуем в тебя Если ты сын Божий, пусть придет и спасет тебя Вот буквально заранее это предсказано Да потому что, видимо, это вообще свойство людей такого рода Ибо если этот праведник есть сын Божий То Бог защитит его, избавит его от рук врагов Кто угоден Богу А тот, кому Бог дает полную лицензию на все Вот что хочешь, то и вытворяй Это ты, значит, угоден Богу Вот что значит неправомствовать И ведь это неправомствование начинается С абсолютно верных рассуждений о том, что жизнь накоротка Но можно сделать вывод Проживи ее достойно Проживи ее так, чтобы в день твоей кончины Тебя вспоминали как праведника А можно сорвив все цветы наслаждения Пока еще не поздно Испытаем его оскорблением и мучением Дабы узнать смирение его Видеть не злобе его А судим его на бесчестную смерть Ибо по словам его о нем попечение будет Слушайте, ну это прям Вот анонс к Евангелию Иначе не скажешь, да? Вот как анонс на книге дают Там в одном абзаце Основная идея этой книги Зачем ее читать? Что в ней такого интересного описано? Вот это прям анонс к Евангелию Других слов у меня нет Испытаем его оскорблением и мучением Дабы узнать смирение его Видеть не злобе его А судим его на бесчестную смерть Ибо по словам его о нем попечение будет А ведь это вот то самое искушение Бога О котором еще и в первой главе говорилось Да, то есть Я, конечно, поверю в Бога Говорит такой человек Если Бог мне докажет Что мне в него верить выгодно Вот на примере этого человека Так они умствовали и ошиблись Ибо злоба их ослепила их Они не познали тайн Божьих Не ожидали воздаяния за святость И не считали достойными награды душ непорочных А в чем награды душ непорочных? Вот они получают все удовольствия жизни Которые только можно Да? Пьют, гуляют, веселятся А непорочные Он еще больше пьет, гуляет, веселится Или в чем-то другом его радость Бог создал человека для нетления Вечности И содел его образом вечного бытия своего Но завистью дьявола вошла в мир смерть И испытывают ее, принадлежащие к уделу его Вот это явное тоже толкование на историю О грехопадении Завистью дьявола вошла в мир смерть Не просто так И испытывают ее, принадлежащие к уделу его Значит Те, кто принадлежит к уделу сатаны Те так или иначе испытывают смерть И вот это праведника не касается А что же будет с ним И в чем его награда Об этом третья глава Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok